Такого представительного совещания эти стены не помнят уже несколько лет. В самом большом зале краевой администрации собрались 600 человек. Региональные чиновники, начальники федеральных управлений, бизнесмены, общественники, экономисты и самая крупная делегация, руководители городских и районных администраций вместе со своими заместителями. Сегодня здесь весь управленческий блок региона, все те, от кого в общем и в частности зависит выполнение антикризисного плана на Кубани. Документ, который губернатор утвердил 11 февраля, в таком составе рассматривается впервые. Антикризисный план – это 86 пунктов, выполнение которых оценили почти в 7 миллиардов рублей. Документ предполагает поддержку ключевых отраслей кубанской экономики и сокращение бюджетных расходов. Главные роли отводят поддержки малого и среднего бизнеса, который по сути должен стать кровеносной системой всей экономики региона. Сегодня доля таких предприятий в РП края свыше 26%, а должна быть не менее 50%, как в развитых экономиках мира. Поэтому развитию малого бизнеса в текущем году в крае будет уделено особое внимание. На поддержку малого и среднего предпринимательства мы предусмотрели более 700 миллионов рублей. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, для малого и среднего бизнеса в крае будет введен целый пакет налоговых преференций. Для впервые зарегистрировавшихся индивидуальных предпринимателей будут введены каникулы по налогам и проверкам. Это касается тех, кто занимается производством, работает в социальной и научных сферах. Также будут введены преференции по единому налогу на вмененный доход по упрощенке. Чтобы разговоры о поддержке не остались разговорами, в крае намерены увеличивать и объемы госзакупок через мелких предпринимателей, тем самым обеспечивая стабильными заказами и стимулируя к производству небольшие компании. Но тут же в разговоре про государственные контракты Александр Ткачев уточняет. Следить за ними будут еще тщательнее, поэтому чиновникам всех уровней, которые не понимают, что экономика должна быть экономной, пояса будут затягивать. Неэффективные затраты необходимо исключить. Никаких раздутых штатов на местах, дорогих машин и элитной мебели для чиновничных кабинетов. Ответ будет держать за каждую неэффективную потраченную копейку. Сегодня в условиях кризиса всем нужно сосредоточиться на том, что действительно важно. Если в районе проблемы с газификацией, водоснабжением, не работает уличное освещение и нет тротуаров, то в первую очередь нужно решить именно эти задачи, а не строить в центре района, станицы, парк с фонтаном стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Сегодня в мой адрес ежедневно поступают примерно 300 обращений от жителей края. В основном они касаются бытовых проблем. Многие из вопросов легко могли бы решить на местах главы поселений, районные власти. Я прошу глав муниципалитетов больше внимания уделять общению с жителями, проводить встречи, регулярно собирать наказы. Если оптимизация ждет административный аппарат, то на выполнении социальных обязательств антикризисный план не скажется. Экономить на здравоохранении и образовании не будут. Отдельным пунктом стоит поддержка сельского хозяйства. В агропромышленном секторе главную роль в этом году играть будут садоводство и овощеводство. Этим отраслям помогут суммой в 500 миллионов рублей. Тем более рынок сейчас требует местных продуктов. И это очень хорошо заметно по изменению покупательского спроса в розничных торговых сетях. Есть повышенный спрос к отечественным товарам? Вы правильно отметили тенденцию. Сейчас есть такой легкий патриотизм. Хочется гордиться тем, что ешь наш продукт. Стыдно, когда мы импортируем такое количество товара. Мы все-таки должны производить. И это немного изменится. Наши приоритеты должны. Вот раньше мы говорили хлеб всему голова, и это мы научились делать. Но сейчас на столе нашего покупателя все-таки обязательно должен присутствовать дешевый фрукт, дешевый овощ, должно присутствовать мясо. И это уже является стратегическим продуктом. Эксперты уже отметили, что антикризисный план вполне конкретен. В задачах не просто удержать экономические показатели на нынешнем уровне, а обеспечить рост валового регионального продукта уже в текущем году. И возможности для этого есть. Экономика региона достаточно диверсифицирована, чтобы не так сильно зависеть от цен на сырьевые ресурсы. В нынешних условиях промышленность становится одним из драйверов краевой экономики. Только за последние три года по объемам производства Кубань обошла традиционно промышленную Ростовскую область. В том числе и за счет собственного производства в строительных отраслях. По импортозамещению приходили. Мы им уже давно занялись. Если мы раньше двери брали китайские, как вы помните, то сейчас Лобинский завод, поставлена линия, производят нормальные, добротные двери. Значит, на Гулькевичском комбинате поставлена линия по производству деревянных дверей. Поэтому мы уже очень много делаем, именно ввели сюда в край на уровне наших предприятий. За последние годы строительная отрасль Кубани росла быстрыми темпами. Только в прошлом году построили почти 5 миллионов квадратных метров жилья. Больше, чем во всем Южном федеральном округе. Поэтому вопрос доступной ипотеки становится по-настоящему стратегическим для всего региона. Наша задача не допустить, чтобы кризис уничтожил механизм ипотечного кредитования. Иначе для многих кубанских семей собственное жилье так и останется избыточной мечтой. А строительная отрасль края окажется под двойным ударом. Из-за сокращения платежеспособного спроса и проблем с привлечением финансирования. На поддержку рынка ипотечного кредитования в краевом антикризисном плане предусмотрим более 750 миллионов рублей. Кроме того, президент поручил правительству рассмотреть вопрос снижения ипотечных ставок до 19%. И конечно же мы не будем сворачивать проекты по строительству жилья эконом-класса с фиксированной стоимостью в 35 тысяч рублей. Такого жилья в 2015 году должно быть построено не менее 2 миллионов квадратных метров. Региональный антикризисный план документы открыты. Дополнять его своими идеями смогут как представители бизнеса, так и общественности, в том числе и через интернет. И тут не должно быть работы для галочки, настаивает Александр Ткачев. Чтобы план сработал, нужно действовать сообща, объединив усилия всех ветвей власти, общественности и бизнеса. Самое главное, мы за этот год должны быть сильнее. Мы должны нарастить свои мышцы и объемы производства. Это касается не только власти, это касается прежде всего и всего предпринимательского сообщества, бизнеса. Как никогда мы должны еще раз посмотреть на себя со стороны, чего мы достигли и какие у нас есть проблемы, упущения. Потому что власть без бизнеса, она не в состоянии удержать и кризис, как мы говорим, уровень жизни. Мы должны выступать здесь с единым фронтом. Потому что если мы провалим ситуацию на социальном направлении, я вас уверяю, и экономика тут же рухнет. А это уже будет другая Кубань. Это уже будут другие результаты. Выживать в одиночку, это непростой ситуация. Я думаю, что это неправильно. Мы должны сверять часы, мы должны понимать, что за нами стоит. Мы должны двигаться вперед, не оглядываясь ни на кого. Самое важное во всех этих обсуждениях, замечает Александр Ткачев, чтобы ни один пункт антикризисного плана не остался только на бумаге. До 1 апреля в каждом районе и городе края должны разработать уже собственные планы. С учетом мнения всех жителей. Именно общественность ставит точку губернатор. При грамотном подходе должна стать антикризисным менеджером. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань 24, Краснодар.